Мы ежедневно даем, как попросили, события, какие за прошедшие дни были, но я нахожусь сейчас в Потеряевке, сегодня 15 мая 2016 года, день Потеряевки, и здесь нету, как ужибать, ролики нету, и заказчика, и даже открыть готовость, с одного ресурса там из Ютуба перенесли в Боймир и не могли вчера сделать, поэтому отчет надо дать, коротко. Мы приехали сюда в Пятнесу, ну, успели что-то тут поработать были, вот, вчера была суббота, напряженный день, мы укрепляли на двух прудах стенки, чтобы, ну, все это заранее подготовлено было, и еще два пруда решили в севере, больше нету, на южный пришли, я говорил, надо подловить Витю, подловите, я специально такое слово сказал, то есть выбрать время, а оно имеет другое значение, еще, и он согласился на два часа с пилой, сколько мы сделали там, практически нас и посвободили, вот наши, и сегодня, сейчас вот уже в пути едет архиерей местной, местной митрополии, митрополит Сергий Иванников, вчера приехал, кто вчера приехал-то, как его звать? Какой-то священник, его Виктор знает, в семинарии он пение. Виктор, у него, говорит, пение в семинарии принимал, ну, местной епархии Московского Патриархата, вот здесь он приехал, что-то он, какой-то вид у него, священника такой ласковый, видно, что он и... Но он такой и есть, он такой и есть, он мягкий человек, располагающий к нему, но сегодня увидите где-то, вот и все, коротко, и вот этот ролик поставить, и сегодня же нас отсюда увезут, что мы могли сделать, записывали все, ну, и сегодня надо, если я в Барнаул вернусь, заранее на обработку отдать, туда-сюда возить, пересылать, но все равно в течение недели мы это все выставим, все на этом, больше ему не сделать. Ты сейчас ему скинь, Никита поставит этот отчет за сегодняшний день, за вчерашний день, а за сегодняшний уже, там будут и службы, литургия. Слушаю, я Виталию хотел сказать, ты научись изничтоженно извлекать полезное. Это у Фомы Маюмского есть такое, Косма Маюмский, Косма, не Фома, вот, а он все, один ученик, он его учит, и теперь они пошли на базар, учиться, там университет какой был, на базаре, там что-то увидят, он может сказать, примеров-то никаких и не было, идут в кустах шевеляться, там сидят нищие, и оба слепые, и никого не видят там, и разговаривают, и один другого спрашивает, а как ты вот слепой стал, он говорит, Я родителей не слушался, работать не хотел, на животе сало много было, бегать не бегал, ну, балда, ничего не было. Ну, любил воровать, жить-то надо, если ты не работать хочешь, и алименты платить, надо работать, работать. А я, говорю, лежу, похороны идут, а похороны богатые-то, я вижу, лежит так разодетая принцесса-то, я ночью пробрался, ей мертвую не надо, и стал с нее все это снимать, ожерелье, все это дело, и решил сорочку снять. И вдруг, говорит, она стала подниматься, мое тело, солнце не видало, как ты посмел это сделать, как ты богу не боялся, она, говорит, по стенке стала шарить, дошарила до глаз, вот так взяла, говорит, даванула, глаза выбросила и об стенку ударила. Как я вылезть оттуда, не знаю, и вот теперь я слепой, вот тогда ученику своему говорит, Касмай Майюнский-то, пошли домой, он говорит, а урок, мы хороший урок уже получили. Все, я тебе сегодня хороший урок дал, работай, бегай, потей, убери личное из себя, измени обстановку, и жена может вернуться, и ребенок тебя будет знать, что ты не просто какой-то уволень, нажираться да спать, все на этом. Спасибо.